Так, да, добрый день, Дмитрий, Ольга. Да, нас совсем немного участников, но многие попросили потом посмотреть видео, потому что день, тем более праздник. Мы сегодня с Дмитрием Юнусовым поговорим о тех цифровых решениях, которые есть в Тутаевском районе, которые внедрены в муниципалитете. Дмитрий сейчас, собственно, сам представится. Это глава района, Тутаевского района муниципального Ярославской области. И вот об этом таком формате диалога какие-то, наверное, будут тоже показаны непосредственно в демонстрации экрана. Ну вот, пожалуйста, да, Дмитрий, мы в таком режиме диалога поговорим. Да, добрый день, Грей, Ольга. Сейчас включу тогда демонстрацию экрана, покажу нашу систему управления муниципалитетом. Вот видно, да? Итак, город Тутаев, 40 тысяч жителей, район 56 тысяч жителей. Встречается, наверное, в каждом городе такая ситуация, когда очень много различных департаментов, которые оказались. Сейчас очень большой поток данных, которые нас просто накрывают полностью, и мы не можем этими данными управлять, отслеживать, контролировать сроки поручений, выполнения работ и так далее. И для этого, для того, чтобы закумулировать всю информацию, входящую в различные канцелярии, в различных департаментах администрации и так далее, в едином сервисе, мы создали, собственно, вот такую систему. Пробовали изначально различные другие системы. Один НЭС смотрели, Райк, Мегаплан и прочее, прочее. Но везде по разным причинам были какие-то моменты, которые нам не совсем подходили. Ну, то есть, во-первых, либо цена не подходила, либо функционал не совсем наш, потому что мы органы местного самоуправления, скажем, не совсем для нас подходят CRM-ки, BPM-ки или ERP-системы, которые разработаны, восстановлены для бизнеса. Мы разработали, скажем, систему ВИС, она сделана здесь на базе ИЗМ-ки и, собственно, разработана нашими силами. Это главное окно, вот сейчас у вас перед глазами. Значит, это все модули, выполнены в таком неком интерфейсе, похожем на Windows, привычном для многих. В чем смысл? Вот это вот первый модуль контакты. Так, стрелку, наверное, видно, да, мою? Видно. Я вот вижу это самое курсор. Видно стрелку? Да, вижу, вижу. Но у меня просто два монитора, я не знаю, как участники. Я на одном вижу одно, на другом другое. Просто не всегда, не везде, не у всех это видно. Ну, в общем, контакты. Я сейчас не буду открывать контакты. Да, не буду открывать контакты. Почему? Потому что там персональные данные, все-таки расскажу, какая информация там содержится. Это фамилия, имя, отчество обратившегося. Собственно, в чем проблема, вопрос. Вот, его контактные данные, телефоны, адреса и прочее. Это все у нас аккумулируется в этом модуле. Всего у нас на сегодняшний день заведено за год работы системы 2642 контакта. Это юридические, физические лица. Если организация или физические лица обращаются повторно, то мы не создаем еще одну карточку. Мы просто очень быстро его находим и добавляем ему еще одно обращение. Дальше. Обращение, собственно, это количество от всех контактов обращений. 12 тысяч, да, вот можно посчитать. В среднем, наверное, около пяти обращений на один контакт. Вот. И вот дальше я открою. Это поручение, собственно, это система выдачи заданий различным структурным подразделениям, нашим сотрудникам непосредственно на основании обращений. Это администрация уже, вот, вы как глава раздаете непосредственно поручения уже внутри самой структуры администрации, да? Да. Да. То есть, грубо говоря, 12 тысяч обращений, из них какие-то обращения, там, для информации, какие-то обращения, что-то сделать необходимо. Вот. И то, что для информации мы в основном, вот, их просто направляем для того, чтобы люди приняли к сведению информацию нашу, наши сотрудники, да, вот, и есть такой значок, вот, I. А если что-то нужно сделать, то у нас появляется звездочка. То есть, при выдаче задания, ну, вот, допустим, добавить, мы можем выбрать важность. Текущее, важное, сверхважное. Сверхважное для информации мы ни разу не ставили, в основном текущее, важное. Вот. Крайний срок определяем, вот здесь, любой, можем ставить ответственных, выбираем, прикрепляем файлы, если это необходимо, выбираем категорию задачи. Вот. И, собственно, окей, нажимаем, появляется у нас в поручениях новое, новое поручение. Вот. Это сразу же видят сотрудники, исполнители. У них это появляется в их папочке входящих, вот, и они начинают работать. Соответственно, у нас здесь вот видно дедлайн, крайний срок. И всем все понятно, когда и что нужно сделать, какие сроки. Если остается мало дней, то он зеленого перекрашивается в желтый. Если совсем критично, вот такая вот тема появляется, красным, вот, бьем во все барабаны, пытаемся каким-то образом активизировать сотрудников. Вот. То есть у нас все сотрудники, все руководители в этой системе. Поэтому нет никого, кто ей бы не пользовался. Дальше у нас разработан модуль. Ну, вот с фейпом тогда поработали, посмотрели. Весь функционал его системы нам не нужен оказался, только там несколько процентов от нее. Потому что управляющие компании на сегодняшний день не интегрированы у нас в нашу систему общую ЕРДС. И поэтому мы просто взяли такую упрощенную версию аварийное отключение, плановое. Вот. И, собственно, сами обращения, которые поступают к нам в ЕРДС. Мы это все-таки фиксируем. Раньше это запилось в бумажных журналах, сейчас это все ведется в Гинам тоже. Генеша у нас блок аналитики, который позволяет за любой период, то есть каким образом посчитать, как структурное подразделение поработало, качественно, некачественно. И вот этот блок позволяет это сделать. То есть, допустим, за любой, допустим, апрель 2020 года, имеющийся руководителя, нажимаем, он выдает число выполненных поручений, по количеству невыполненных поручений. И мы договорились о следующем. У нас принято положение о выплате труда, в котором, собственно, премия рассчитывается, исходя из процента выполненных поручений. Мы договорились о том, что нужно сделать больше 90. 100% сложно, и я не хотел бы сотрудников наказывать за невыполнение, допустим, одного поручения из 30. Мы договорились, что 90% – это приемлемый процент. На сегодняшний день выполнение поручений находится выше 90%, для понимания. То есть, если какой-то житель обратился, что-то нужно сделать, мы это даем, заводим программу, даем срок, и с вероятностью 90% или выше это будет сделано. Если мы сейчас не говорим про какие-то дорогостоящие вещи, ну, допустим, дорогу построить, понятно, что это нужно делать с учетом изменений бюджета и так далее. У нас есть блок показателей. Тоже не буду открывать сейчас его. Там просто персональные данные тоже. Но смысл какой? Там фамилии наших сотрудников, премиальный фонд и показатели, которые необходимо в течение года сделать, выполнить ключевые показатели эффективности. Программа автоматически считает, ежеквартально выполнил этот сотрудник показатель или нет. И у каждого сотрудника также в личном кабинете эта вкладка есть, и он отслеживает свои показатели. Специально для, так скажем, работы, для информирования граждан по распространению коронавирусной инфекции мы сделали так на 8 число. Но ситуация не сильно изменилась на сегодня. То есть сколько заражений, сколько вызовет. Самое распространение на 8 число, да? Ну да, это было на пятницу, на вечер. В принципе, в следующий раз мы будем информацию снимать завтра. А так это в рабочие дни, это каждый день обновляется. И здесь жители могут удобно посмотреть те организации, которые работают и могут работать вообще в условиях карантина. Это и бизнес, вот здесь зеленый, система образуется, школьные и дошкольные учреждения и так далее. И везде есть контактные данные. То есть выбираем просто, и вот сейчас просто это, скажем, мы внутри модуля, а так ссылка для жителей, она позволяет очень гибко в этой системе работать. И ежедневно в нашу систему, на вот эту вкладку от жителей. То есть мы считаем, что значит, это востребовано. Новый модуль у нас появился появился как раз в связи с карантинными мероприятиями. Это согласование документов. То есть каким образом раньше это происходило? Исполнитель готовит документ, какое-то письмо, может быть, постановление, распоряжение. Дальше вручную, так скажем, лично, как курьер, носит по разным департаментам, по разным отделам, согласовывает этот документ с разными сотрудниками, а их может быть 10-15, финансисты, юристы, экономисты и так далее. И при этом, если кто-то найдет какое-то замечание, поправку внесет, это нужно будет возвращать на новый круг. И мы понимаем, что это огромная потеря времени и ресурсов. Поэтому мы сделали это согласование в электронном виде сейчас. Пока еще модуль проходит тестирование, неделю-две, я думаю, может быть, неделю мы потестируем. А с 1 июня, я уверен, вообще в полный рост мы будем работать. Все документы согласовывать через систему. Как она работает? Любой сотрудник прикладывает документ, то есть создает его, допустим, я согласую, я подписываю, так подписан документ. Сейчас просто там не показать ничего. Ну, допустим, правильно понимаешь, что вот этот электронный документ, наоборот, он был внедрен в результате, ну, благодаря, или как сказать, вот ситуации с коронавирусом, чтобы, соответственно, это было все вот так. Да, потому что мы понимаем, что на бумаге также коронавирус может переноситься, вирус живет там в неделю, и сколько в бумажном носителе. Мы понимаем, что это огромная потеря времени, это перемещение человека от здания к зданию, ну, вот безопасности во время пандемии. Это не актуально вот эти вот перемещения, поэтому мы и создали. Ну, мы немножко раньше начали его разрабатывать, но вот сейчас ускорили, или именно благодаря этому карантину. И, собственно, как это все выглядит? Мы просто название документа вводим, дальше категорию, то есть постановление распоряжения, письмо, заявка и так далее. Выбираем, кто подписывает, то есть может быть там глава, допустим, района. Выбираем, прикладываем файл, и выбираем вот здесь список согласующих. Это не совсем блокчейн, это некий аналог. То есть мы прикладываем документ, он хранится в облаке, и у подписанта есть два варианта. Либо ОК, подписывали документ, автоматически бежит к следующему, либо он должен с комментарием вернуть его на доработку. И в документе сохраняется вся история. Собственно, кто, когда вернул, когда принял и так далее. Как он идет, как согласуются документы, собственно, куда он дальше поступает, все это сохраняется. Да, да. Мы уходим... А это только внутренняя система? Или это может документ выходить и вовне, например, какой-то запрос МСП или житель, или он только внутри отслеживается? Или это все? В сервисе системе все учитывается? Как? На выходе он поступает в канцелярию. Вот, и канцелярия уже его расстречатывает. Поэтому... Не выдает. Это, конечно, для внутреннего документа оборота нужно. То есть, я не думаю, что кому-то интересно, как мы готовим документ. Это бесполезно, потому что документ может... Нет, понимаю, понимаю, но с точки зрения... Понятно, что, да, не должно туда быть лишних людей, но я с точки зрения... Вот документ уже в виде бумаги попадает, например, жителю, да? И распечатывается в канцелярию, он его забирает. Но вот вы до этого показывали на карте, на 8 мая, ситуацию с бизнесом, вот работающими, не работающими, субъектами предпринимательства. как-то вот для них это влияет, вот как-то взаимодействие. Просто в анонсе мы писали, что в том числе и при взаимодействии с бизнесом, с жителями. Или это мы пока говорим вот про этот внутренний модуль только? Это пока внутренний модуль. Для бизнеса в чем преимущество? Это в ускорении подготовки документов. Он позволяет значительно сократить сроки подготовки, постановления, и распоряжения писем. Мы, конечно же, можем предоставлять бизнес в этом электронном виде на указанный почтовый ящик. Для жителей, ну, наверное, больше актуально, наверное, модуль все-таки с информацией про коронавирус. Вот. Это такая наша внутренняя кухня. Больше. Ну, и также для безопасности наших сотрудников, чтобы они не делали лишних движений. Вот. Ну, в чем еще плюс выяснился? Иногда документы лежат по нескольких дней у подписанта. Вот. И мы не знаем, где они находятся, эти документы, сколько они лежат, сколько времени каждый из подписывающих согласовывает. А здесь эта система позволяет ввести лог определенный и фиксировать там до минуты, сколько он находится у кого. Это важно тоже. Вот. Поэтому вот сейчас мы его в ближайшее время запустим. Вот. Земельные отношения – это все, что связано с непосредственно ситуацией с землей. То есть обращения все по земельным вопросам, они фиксируются как раз здесь, в этом буре. В системе. Вот. Ну, то есть, да, подытоживая, как бы, коротко вот про нашу вот эту вот разработку, она позволила примерно до 90% довести исполнение поручений, согласно обращениям граждан, организаций и так далее. Иногда некоторые обращения просто терялись из виду, просто уходили под сукно, еще как-то. Сейчас этого нет, этого невозможно. У меня на контроле управделами ставят галочки, когда поручение исполнено. И она все проверяет. Вот. Поэтому, если галочки не стоят, соответственно, поручение с контроля не снимается. Это первое. Второе. В условиях карантина эта система позволяет работать удаленно с любого гаджета, где есть интернет. То есть, это облачная тема, при этом абсолютно безопасная. То есть, мы про нет безопасности прошли на твердую четверку, расскажем. То есть, я могу с телефона, грубо говоря, с планшета, с любой точки. Я с сотрудниками сейчас меньше общаюсь благодаря этой системе. Если раньше все это было в бумажном виде, то сейчас это все в электронном. Это как бы два. И третье для... Если очень удобное, которое позволяет узнать актуальную информацию, это три. А четвертое — это внедрение целевых показателей и контроль их этой же системой, которая позволяет, знаете как, не потерять ничего, не упустить из виду, когда у нас голова занята немножко другими вопросами. Система, она держит все на контроле. Это четыре. Вот. Вот двух слов, что она из себя представляет. Вопросы позадаю. Вот у нас как отступили вопросы, так и вот от меня. То есть, правильно я понимаю. Да, вот сейчас померили, насколько примерно сроки прохождения документа в бумажном виде от электронного отличаются? Вот какой срок изменения? Насколько документ стал быстрее? Мы пока только тестируем. Пока только тестируем. Если мы убираем несколько видов потерь, таких как А. Перемещение документов от здания к зданию. Б. Мы сисьмом поддерживаем. Это позволяет примерно в два раза сократить время нахождения бумаги на столе у сотрудника. И С. Как бы в этой системе каждый из согласующих может аргументированно написать, что ему непосредственно не нравится, не устраивает в документе, и исполнитель со своего рабочего места может это оперативно поправить. Я думаю, что через несколько месяцев мы поймем конкретную статистику по экономии времени. Я предполагаю, по самым скромным предположениям, сокращение должно составить два раза. К примеру, некоторые письма у нас, понятно, что документы документы рознь, и некоторые письма у нас некоторые две недели, постановления там по месяцу лежат, ну, примерно вот так вот. Причем, время подготовки непосредственно документа составляет примерно процентов 30, а все остальное время мы согласовываем его. поэтому я считаю, что в два раза мы должны сократить, наверное, наше время согласования документов. Но время покажет, поделит статистикой. То есть, это некое поле, которое видит все одинаковое, которое является, вот, невозможно же в голове держать все это, и фактически огромное количество поручений, это вот некий органайзер, который помогает это делать. А вот вопрос, еще следующий, вот вы делали запись, тогда я помню, и, собственно, я выкладываю этот ролик в анонсе в сентябре, когда мы работали с главами атомных городов, вот, с рамком, с нацпроекта, где-то как цифровой элемент. Вот, что с тех пор изменилось? Я думаю, что многие участники тоже посмотрели то видео, которое вот тогда записывали, про эту же систему. Вот что, я сейчас отчасти услышал с коронавирусом, но что добавилось, и каковы планы по развитию этой системы, вот этой CRM-системы? Добавилось, первое, это блок показателей, вот этого, с ракетой. То есть, мы стали кипер в системе. Два, блок согласования документов, три, коронавирус, четыре, мы немножко усовершенствовали систему, она стала побыстрее работать, пошустрее, и повысили безопасность. Вот, опять еще это DS-онлайн у нас, как бы, его не было. Да, вот пять, пять самых отличий. А вот, если сейчас к коронавирусу идти, вот у нас тоже одна из следующих записей с главами будет посвящена, будет посвящена городу, Богданович, с главой города Богданович, будем говорить, как они сделали таким образом, что ни один МСП не был закрыт, прям какая-то фантастика. Да, но вот что сейчас действительно в коронавирусе, особенно с малым бизнесом, как эта система помогает, вот какие там действительно модули, дополнительные функции, которые сейчас могут внедрить, может быть, остальные, именно в этот период. Вы знаете, это система больше для информирования могут работать. До конца мая, собственно, у нас сохраняется режим вот этой вот изоляции у нас в регионе. Вот, и до конца мая, конечно, жители должны быть и предприниматели должны быть в курсе, кому можно работать, кому нет. Соответственно, мы можем давать какую-то, может быть, информацию о номерах телефонов этих работающих предприятий и так далее. Это информация на выход, и вот я еще помню, мы говорили тогда предварительно в анонсе писали о QR-кодах, собственно, что жители получают возможно доступ, ну вот, считывая QR-коды на своих подъездах получают информацию в таком переводе. А, это немножко про другое. Это про другое уже, да, ну то есть она не интегрирована тут, вот как она, ну да, рассказывайте, Дмитрий, что вот именно в коронавирусе делается такого, вот в этой, в этой ситуации с коронавирусом, вот, чтобы сделать максимально, соблюдать вот эту социальную дистанцию и вот с точки зрения безопасности МСП. Да, хорошо, я поделюсь нашей практикой, в принципе, она, может быть, и не нова, сейчас я тогда уберу. да, может быть, секундочку, тут еще вопросы по системе поступили от других коллег, я сейчас их просто зачитаю, вот, в фейсбуке, в фейсбуке я на втором экране сейчас смотрю, вот вопрос от Елены Бадмаевой, просто асет, она спрашивает, не могу, да, сейчас прокомментировать, вот, что имеется в виду, может быть, вы знаете, да, не получается ли дублирование, вопрос от Юлии Вороновой и сюда же, Дмитрий, а разве Директум не обеспечивает это? Объясняю, обеспечивает Директум, в принципе, можно это делать и там, но там не совсем удобно для нас, потому что Директум устанавливается на конкретные рабочие места, он абсолютно не мобильный и, опять-таки, там нет того функционала, который есть у нас, в нашей системе. Напомню, да, Дмитрий в самом начале говорил, и я тоже, когда приезжал в Тутаев, мне рассказывал про то, что непосредственно они сами разработали эту оболочку и выбирали в начале из многих уже имеющихся вариантов. И здесь тоже, что интересно, наверное, будет интересно, что эта программа сейчас вот в Рыбинске еще по соглашению с Фондом развития Моногородов тоже внедряется, они оттестили, она начинает масштабироваться. Вот, может быть, тоже вот коллеги увидели в этом преимущество, потому что она уже у вас работает. И вот здесь в чате тоже, может быть, Дмитрий, большой вопрос от Евгении, или Евгения, да, здравствуйте, спасибо за презентацию, очень интересно, такой вопрос, система разработана самим муниципалитетом или внешней командой? Это первое. Второе, если внедрение, если внедрить это решение в других муниципалитетах, то на каких условиях оно предоставляется? на фактически предыдущие продолжение вопроса, да, моего. Ну и вот, давайте на эти два вопроса, и тут следующий потом засчитаю. Хорошо, на предыдущий вопрос отвечаю, происходит ли дублирование, нет, не происходит, наоборот, мы разгружаем сотрудников. То есть, на сегодняшний день цепочка идет следующим образом. Сотрудник должен распечатать документ, ну, или направить его в электронном виде, ножками пройти всех согласующих, после этого документ попадает на подпись, к примеру, мне, я его подписываю. Системой будет следующим образом, он прикрепляет документ в систему, выбирает согласующих, автоматически по системе это все дело проходит, доходит до меня, я смотрю, все устраивает, тоже согласовываю, ставлю галочку, улетает в канцелярию, канцелярия просто распечатывает этот документ и я его подписываю. то есть, вот таким образом, то есть, мы избегаем лишних движений. Касательно разработки системы, разработана она, то есть, идея, это моя идея, это моя идея, это политет или внешняя команда, да, вопрос. Идея, как бы, моя и моих сотрудников связана с опытом работы других систем, то есть, мы саккумулировали, условно говоря, лучшие, лучшие практики, но буквально в ежедневном режиме это все дело дорабатывали. Разработчики основные, это внешняя команда и также есть у нас сотрудники, которые занимаются разработкой этой системы. На сегодняшний день ее поддерживает два человека. Вот, разработана она с нуля, это вот на следующий вопрос отвечаю. то есть, мы не брали за основу какую-то платформу, мы взяли инструментарий разных платформ и разработали с нуля. Вот, для передачи другим муниципалитетам абсолютно ничего не нужно, нужна готовность этих муниципалитетов. Арендуется дополнительно облачный сервис видеохранилища для документов для нового муниципалитета, поскольку наши сервисы, они рассчитаны только для нас. Вот, но это не какие-то большие деньги, это порядка, может быть, 15 тысяч рублей в год. Да. Вот, и наши сотрудники готовы в течение двух дней, условно говоря, перенести эту систему на новый город. Это не проблема. Двух дней? Да, двух дней. Ну, обучение вот непосредственно администрации того же Рыбинска или куда вы еще перед, в Рязанской области, по-моему, город был. Второй, какой-то? Ну, мы даем презентации, во-первых, и даем свои контактные телефоны для связи, и все вопросы как бы решаем в таком режиме. Какие-то специальных руководств по эксплуатации не делали, в основном это все, ну, вообще, на самом деле, по отзывам пользователей, у нас же все сотрудники в этой системе работают, в основном отзывы такие, что все на интуитивном режиме, интуитивно понятно, куда нажимаете и так далее, или чего, попробовать, потестировать, да, она очень интуитивно подходит под нужды сотрудников, не нужно как-то проходить какое-то дополнительное обучение. Правильно я понимаю, что вот ФРМ, фонд развития моногородов, собственно, Тутаев, это один из моногородов, это поддержало, сейчас, собственно, в том числе, это, ну, какой-то тоже один из проектов, который реализуется, да? Мы сейчас прорабатываем с фондом масштабирования нашей системы, вот, действительно, система заинтересовала, глав городов в Рязанской области, это не много, но просто мы готовы с тем годом делиться, система может управлять любой численность, то есть у нас 40, Крыбинский 160, вот, хоть миллион будет, без разницы, вот, она достаточно шустро исправляется со всеми объемом задач. Так, отказались ли от другого ПО, я считаю уже вопросы, да, 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 я тоже как раз, да, по документу обороту, у нас, как уже было сказано, работа директом, мы связаны с правительством по директому, вот, а эта система чисто для внутреннего документа оборота, до этого у нас никакой не было, тестировали, но, чтобы на какой-то остановиться, такого не было, поэтому не пришлось отказываться в простом деле. Так, и... Вот выше есть вопрос по социально-экономической стратегии развития, насколько она встроена в систему, насколько система вот с ней как-то взаимосвязана, или может быть это планируется, вот еще про планирование дальнейшего развития системы. В моем понимании стратегия социально-экономического развития содержит... Что она содержит? Содержит бюджет, определенный... Содержит KPI, да, и, собственно, туда обращаются только для того, чтобы сверить часы. Вот, поэтому KPI мы тоже, как уже рассказывал, прописали в нашей системе, и взяли мы как раз из стратегии социально-экономического развития нашего субъекта. И вот второго как бы модуля пока не хватает, и мы думаем о нем, это бюджет и бюджетирование тоже, скорее всего, в этом году, я думаю, что разработаем. И вот возвращаясь к некоторому началу и нашему, помню, длинному разговору, когда мы ехали в машине, как строится мотивация сотрудников. Вот говорили о том, что они действительно в том числе их зарплаты и, собственно, их финансовая мотивация зависит от выполнения в системе заданий. И вот там это состоит из нескольких составляющих, насколько я помню. Можно вот немножко о них, о том, как устроится мотивация сотрудников и как, из чего она состоит, в том числе эта система мерит и позволяет ее оценить. вопрос понятен. Рассказываю. Мотивация сотрудников состоит финансовая, имеется в виду, Денежная. Состоит из нескольких, так скажем, составляющих. Как у многих сотрудников муниципалитета, мы же муниципальные служащие и наша мотивация, она прописана в законе. Первое, это оклад должностной, он фиксированный и он не меняется. Второе, это надбавка за напряженность. Она тоже фиксированная и она не меняется. Она не может быть скорректирована. Третье, это единовременное денежное поощрение. И вот этот блок может варьироваться, может меняться. И мы его именяем. И он в процентном отношении от оклада к выполнению целевых показателей. Вернее, не целевых показателей, а выполнение поручений. Что касается целевых показателей отдельно КПИ, то у нас есть отдельно небольшой премиальный фонд. Трудники, собственно, выполняя какие-то контрольные точки, контрольные целевые показатели, могут рассчитывать на дополнительную премию. Дополнительно у нас третья составляющая, это проектная деятельность. И мы по примеру Голгородской области, там были, скажем, с экскурсией небольшой, общались с коллегами. Мы за проектную деятельность тоже оплачиваем. менеджером проектов третье направление. Четвертое у нас есть мотивация за Кайдзен предложение. Это предложение по улучшению работы администрации, по улучшению качества услуг. Вот, и за Кайдзен также идет дополнительное стимулирование. Поэтому сотрудник, он находится перед выбором, у него очень много возможностей, скажем, получить то или иное денежное вознаграждение за работу за свой. То есть правильно я услышал и понял, что фактически вот из четырех составляющих ваших мотивации, вот третья и четвертая это проектная деятельность и четвертый Кайдзен, они, вот эти третья и четвертая нетипичны для остальных муниципалитетов. Да, в Ярославской области только мы это применяем, а в других регионах тоже там буквально, насколько я знаю, в единицах, это там, где в основном на уровне муниципалитета внедрено управление проектами. Вот мы это внедрили уже несколько лет этим занимаемся. В этом году уже, скажем, сейчас покажу, кстати, участвовали в конкурсе, для нас это важно очень было, был конкурс проектный, региональный, вот. И вот третье место взяли, это как бы считается очень круто, вот. Да, да, данный аналитический центр при правительстве, который организовывали, Это Павел Шестопалов, Павел Шестопалов, Екатерина, да, да. Вот система управления проектной деятельностью федеральных, региональных, муниципальных органов власти, мы на третьем месте, собственно, с нами конкурировали очень серьезные сильные субъекты, вот, для нас это большое достижение. Вот, Акадзен, Акадзен, это хорошо забытое старое, советское время, раз, предложение, вот, буквально на одном месте в мае, как бы, быстро от руки написать, оценивать, сопощаться. То есть, фактически, получается, 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 таким образом, что третья, четвертая составляющая, они работают на развитие, а не на текучку, да, на развитие, которое, собственно, муниципалитет, вот, чтобы он действительно изменялся, а не только, собственно, отбрасывал то, что летит в текущем режиме. Да, совершенно верно. Вы хотели, да, вот, о следующих элементах, помимо этой программы, вот, что еще? Вот эти QR-коды, вот все вот эти, опять же, с акцентом, может быть, на текущую ситуацию, на помощь бизнесу, на взаимодействие с населением, коронавирусную ситуацию. Да, есть, ну, так скажем, это просто наша практика, которую мы нарабатываем. К примеру, у нас в регионе работает очень успешно, зарекомендовал себя губернаторский проект «Решай вместе». Грубо говоря, выделяются определенные фонды из регионального, федерального бюджета по разным направлениям. Допустим, программа «Комфортная городская среда», различные фонды депутатов областных и так далее, и так далее, и так далее. Получается, получается такой определенный бюджет, который мы направляем вместе с жителями. И вот такое образное название «Решаем вместе» – это проект инициативного бюджетирования. И, собственно, поскольку эти проекты требуют непосредственного участия жителей, нам необходимо в условиях коронавируса, пандемии, было найти какие-то новые механизмы, как с этими жителями, собственно, общаться, если не лично в масках. Можно по телефону каким-то образом опрашивать, можно еще как-то. Мы приняли, попробовали, вернее, применить современные инструменты. Вот, допустим, сейчас мы используем систему Zoom, то же самое через систему Zoom на дворовой территории. По комфортной городской среде принято решение было, жителями протоколы подписаны и прочее, они эскиз согласовали, а буквально вот на днях у нас выходит подрядчик. И для того, чтобы синхронизировать работы подрядной организации, управляющей компанией и жителей, попросить контроль этой работы, мне нужно было до них, с ними, собственно, переговорить. Как мы это сделали? Первая задача, а как их в этот Zoom пригласить? Да, это ведь вопрос. Я же не знаю, каким образом это можно сделать. Если я напишу на своей странице, заходите в Zoom по какой-то ссылке, ко мне насыпятся все, кроме этого дома. Ну да. Мы понимаем, да? Таргетирование необходимо, в данном случае, трагетирование на ответ на локацию. Необходимо таргетирование. Если мы, грубо говоря, напишем на подъездах просто заходите в Zoom, ну, никто не поймет, не он пройдет. Потому что, ну, это, ну, сложно достаточно, да? Мы воспользовались, так скажем, помощью управляющей компании, они с нами анонимно поделились, там, без персональных данных, без фамилии, имени, имени, отчества, номерами телефонов. Мы попросили их разослать по сотовым телефонам жителей, проживающих в этом доме. У нас процентов, наверное, 70-80 было известно номеру. Разослать приглашение на встречу в Zoom. И дополнительно, для удобства жителей, мы разместили на досках объявлений QR-коды. По QR-коду, соответственно, с телефона нужно было также конференции присоединиться. Назначили удобное для жителей время, это мы попросили их разослать. Так, Андрей, на фоне что-то. Да, я здесь, здесь. Ага, вот, определили удобное для жителей время. Это был, по-моему, четверг, не помню сейчас, в 16.30 время вот такое определили. Понятно, что нерабочие нужно. Вот, и, собственно, я загрузил на компьютер все информации, фотографии из прошлых встреч, видео, презентации, картинки красивые, как у них там все это будет выглядеть. И прочее, и прочее. Подготовились, в общем. И назначенное время, мы вышли на связь. Вот, скажу сразу процент, наверное, будете меня спрашивать. Да, процент, процент. Ну, как уже вышло. Ну, порядка 10 человек там было на связи. Для меня это как бы прогресс. И скольки, и скольки, какой процент пришел? 300. И с 300. Ну, то есть 3%, но уже есть с чего начать, а так бы никто не пришел. А второй раз был, то есть должно было быть уже, наверное, побольше. Я думаю, что второй раз будет больше, пока только один раз проводили. И смс-оповещение проводили один раз. Мы за несколько дней направили смски. Я думаю, что если это сделать несколько раз, и за полчаса, может быть, напомнить еще разок, количество участников будет больше. Но самое главное, вышли активные люди на связь, те, кому это интересно. Я смог спокойно, вот как с вами сейчас, с ними пообщаться, показал разные презентации, они задали вопросы. Вот, мы там, грубо говоря, очень хорошо и тепло пообщались. Я считаю, что этот опыт очень удачный. И эти 3% на самом деле это неплохой старт. Если было ноль, тогда бы я задумался крепко. А вот вопрос о инициативном бюджетировании уже, собственно, какое-то время идет. Оно в традиционном формате, я так понимаю, проходило, да? Насколько там люди были активны? А в сравнении, а сколько людей выходило на встречу? Ну да, да, в реальности. Вот во двор, когда они обсуждали, вот уже непосредственно. Ну вот примерно такое же количество и выходило. А, то есть это все люди, кто онлайнит? Примерно. Причем самое интересное, в Zoom вышли люди очень такие возрастные. Я удивился. Там за 60. И вот бабушка там с ноутбука или с компьютера, я не знаю, откуда она, с компьютера, задавала мне вопросы. Да, интересно. А SMS-информирование, собственно, какая тема и по поводу, как, собственно, обратная связь с SMS-информированием? Никакой обратной связи не было. Это тоже ссылка была на Zoom? Правильно я понимаю? Что? В SMS-информировании была ссылка тоже на Zoom? Или это какие-то другие, собственно, сам контент в чем был? Да, да, да. Это про ту же историю. Мы отправили SMS-ки, в которых написали, что глава района такой-то, такой-то приглашает обсудить проект благоустройства. И вот ссылочка внизу. Пройдите, пожалуйста. Вот. Обратной связи никакой. Вот. Для меня это удивительно. Могли хотя бы там, не знаю, вопрос задать SMS-ку обратно или там позвонить на тот номер, откуда SMS-ка прилетела. Не знаю, почему. Пока мы этот момент не проанализировали. Потом мы просто увидели 10 человек в Zoom и все. Какие-то промежуточных контактов, соприкосновения не было у нас. И вот эти все 10 человек пришли по QR-коду, который висел на подъездах, ну, такой красочный, да, с картинками, которые обсуждались. Да, да. Ну, либо с SMS-ки перешли. Уже непосредственно скопировали, условно говоря, в браузер вставили и там пришли. Как у вас сейчас, собственно, ситуация вот с малым бизнесом и потихонечку эти ограничения будут сниматься, да, то, что вот Роспотребсоюз, надзор, да, вот, несколько этапов. Вот как сейчас, может быть, какие лайфхаки, чем поделитесь, что вот происходит, как вы, может быть, сохраняли это в апреле, или, может быть, как сейчас будете поступать с этим? У нас регион определил 55 систем образующих предприятий в самом начале, 3 попало из Тутаева. И определены были предприятия, которые, там есть постановление правительства РФ о том, какие предприятия могут работать. То есть организации, которые торгуют товарами первой необходимости и так далее, и так далее, и так далее. И здесь лайфхаки, наверное, проявляли различные предприниматели наши. То есть он торгует не совсем товаром первой необходимости, ставит, условно говоря, несколько рулонов туалетной бумаги или там десяток масок на прилавок, и по идее он может торговать. Потому что постановление не было указано процент от общего объема товара. Да, процент. Вот был прописан процент, но очень многие подхватили эту тему, вот, и, собственно, это позволило им работать. В основном под угрозу попала, значит, несколько отраслей. Это гостиничный бизнес, это туризм. У нас город исторический, туристический, то есть, собственно, очень много проблем было именно в этой области с самого начала. А также те товары не первой необходимости, скажем, непродовольственные товары, которые попали тоже под список запрещенных. Соответственно, мы вынуждены были закрывать торговые центры. сначала закрыли торговые центры, потом я принял решение разрешить торговым центрам работать, но в случае, если там будут только разрешены, так скажем, предприниматели находиться. Категории разрешены. Категории, да. И те собственники поступили по-разному. Кто-то разрешил действительно, а кто-то сказал, нет, мне не выгодно, потому что те, кому можно находиться, их там 5%, условно говоря, то есть смысл ради 5% открывать. Вот, это решалось в частном порядке. На уровне региона, а тех, допустим, я не знаю, как в других областях не анализировали, на уровне региона принят ряд послаблений, хороших прислой, если они дают скидку или освобождают от части аренды, регион, соответственно, такую же скидку делает по налогу на имущество. Вот, это как бы хорошая такая мера поддержки. Вот, ну и ряд-ряд других мер поддержки. У нас есть региональная лизинговая компания, региональная кредитная компания, которая помогает центрам и бизнес, вот, которая непосредственно с организациями на связи. У меня, собственно, открыты все сообщения в Фейсбуке, ВКонтакте, мне предприниматели напрямую пишут. И, знаете, мы просто решаем это каждый раз в частном режиме. То есть, обращаются с проблемой, помогаем, обращаются с другой, помогаем. А вот, как-то стал все-таки бизнес переориентироваться в онлайн. Есть ли заметный какой-то эффект или это все-таки единичные случаи? Виден эффект. У нас, на самом деле, очень много аккаунтов ВКонтакте, Facebook среди граждан. Вот, и сеть ВКонтакте очень развита. Для понимания, из 40-тысячного города 21 тысяча аккаунтов. Половина. Понятно, есть дети и так далее, их отсекаем, но процентов, ну, вернее, тысяч 15 это взрослое население, вот, которое пользуется постоянно сетью ВКонтакте. И мы увидели количество объявлений, которое выросло, просто рекламных. Ну, вот, бизнес, допустим, те же самые рестораны, они все быстро переориентировались на доставку, на вынос. Ну, вот, то есть сейчас, допустим, те сотрудники, которые работают, живут в Ярославле, к примеру, и не имеют возможности, ну, работают в Таеве, то есть у нас такие есть, не имеют возможности пооберить в столовой, вот, очень удобно, сейчас приносят большие деньги на еду с кафешек прямо в администрацию то же самое, наше статурное произведение. Транспортные компании немножко переориентировались то же самое, ну, и так далее. То есть я думаю, что бизнес, он сейчас очень здорово переориентировался, увидел, во-первых, преимущество интернета, то есть многие изучили новые сервисы благодаря вот самоизоляции, о которых, может быть, не знали раньше. Многие бизнесы, предприятия проводят какие-то совещания уже в формате онлайн, так же, как мы это делаем, вот, появляются какие-то новые даже бизнес-спикеры у нас, какие-то там, скажем, люди, которые уже какие-то лекции начинают читать. Это мой бизнес помогает, да, вот уже пошла новая программа цифровизации. Я тоже просто, так как работаю с мой бизнес, тоже сейчас переписал все свои там тренерские программы в онлайн, это, то есть уже сам мой бизнес переориентировался, вот под новые запросы, или это какой-то пока собственная инициатива? Это собственная инициатива, я считаю, что вот этот вот карантин, он немножко встряхнул в целом предприятия, предпринимателей, особенно вот маленьких ипэшников, вот, немножко встряхнул, они сейчас ушли, конечно, онлайн, мы это видим. Очень интересно, сейчас вот я тоже как ментор участвую в этом проекте, Удмуртия, акселератор цифровой запустила, мой бизнес, и вот задача перевести уже полностью предпринимателей в этом акселераторе в онлайн. И вот я сейчас тоже в реальном времени наблюдаю за тем, как команда работает, кто-то отваливается, кто-то действительно этому посвящает большое количество времени, вот молодцы. Вот, вопрос... Опять-таки, сейчас еще пока не забыл, развиваются уже разные сервисы федеральные, которые позволят, помогают, вернее, предприятиям выжить. Допустим, то же самое, то же самое Wildberries, очень активная сеть, в Тутаеве их не было, вот сейчас, так понимаю, они хотят у нас появиться. Это позволит, опять-таки, через фонд фоно-городов мы на них вышли, позволит нашим предприятиям, тем же там, сувенирщикам или тем, кто не имеет возможности сейчас продавать продукцию, сбывать по каким-то хорошим условиям через эту сеть в любой город. Ну, это такой большой маркетплейс, да, Wildberries во очень многих городах сейчас востребован, действительно. И вы сейчас только входите, начинаете с ними сотрудничать, правильно понимаю? Да, да. И предприятия, многие рассматривают эту площадку как потенциальную для сбыта своей продукции. Если раньше они просто ограничивались каким-то местом нашим рынком, вот, то сейчас уже используют эти вот разные площадки формата онлайн. Вот, ну, ближе к завершению, да, такой вопрос, действительно, вот мы показывали, начали то, что вы демонстрировали, вот эти непосредственно цифровые решения, которые сам муниципалитет разработал. Вот тут вопрос, с кем связаться по этой теме, с кем связываться, да, если вот интересно, другим муниципалитетам непосредственно. Сейчас я напишу свою электронную почту, вот, и можете спокойно на нее писать все свои вопросы, пожелания. Ну, и кто нас сейчас, мы одновременно в Zoom вещаем, одновременно в Facebook идет, сейчас трансляция, вот, в группе развития территорий, там, собственно, Дмитрий есть, он отмечен, там есть его профиль в Facebook, тоже можете его там найти легко. Да. Достаточно, да. Вот, что-то вот, то есть, тут очень позитивно, то, что в этом действительно слышится возможность, да, а не вот пессимизм полный, да, и вот было бы здорово, мне бы прям даже было бы интересно, чтобы не несколько дней разделяло наше вот общение с главой Богдановича, вот, что они сделали там, для того, чтобы бизнес вообще не остановился, вот прям непосредственно сейчас бы поговорить, бы нам втроем, было бы очень интересно. Действительно. Если, кстати, получится, Дмитрий, приходите, ну, соответственно, ссылочку кину, вот, на ту конференцию с Богдановичем, которую с главой будем делать, вот, с Павлом. Постараюсь. Хорошо. Вот, что еще, резюмируя, вот, ну, как бы, вот, весь список набор, что ли, что делать сейчас, и вот, особенно, вот, в том, что, в той ситуации пандемии, какие вот инструменты, сервисы, может быть, я даже попробую, то есть, первое, действительно, ну, это, конечно, длинный ваш период, вы внедряете вот эту сервис систему, ее дополняете модулями, и делаете так, что фактически весь документ, оборот, как минимум в два раза сокращаются сроки, да, и действительно сотрудники, наверное, в большей степени получают свободное время, ну, разгружаются, скажем так. Мотивация, которая, благодаря тому, что вы учитываете проектную деятельность, тому, что вы учитываете предложение по оптимизации, кайдзен, действительно помогает работать уже на перспективу, на развитие. То, что сама система тоже, и то, что происходит, вы понимаете, что конечные, ну, или, по крайней мере, какой-то горизонт, эти сами показатели социально-экономической стратегии развития, да, есть. Потом, соответственно, вы переводите, стараетесь взаимодействовать с жителями цифровым образом, и QR-коды, ну, смс-информирование может быть не столь успешно, как QR-коды, инициативное бюджетирование переводите вот на эти рельсы, в том числе, потому что все равно нужно советоваться, все равно нужно принимать решение, выбирать тот или иной проект. И вот, наверное, что еще, и то, что, да, готово поделиться с другими муниципалитетами, вот, непосредственно, этой практикой. И бизнес, да, он, собственно, работает, если соблюдает требования, и, собственно, использует те категории товаров, которые разрешено продавать. Это тоже вот некий лайфхак, наверное, многие это уже по стране применяют, но, я думаю, не все, да, это может быть действительно тем самым при соблюдении всех норм и требований коронавирусной инфекции, но позволяет работать бизнес. Да, что-то еще вот самое ключевое? Я думаю, все верно ты сказал, абсолютно. Я за то, что в любой ситуации, особенно кризисной, нужно находить какие-то положительные моменты и новые возможности для развития. Для нас новыми возможностями стали цифровые сервисы. И благодаря тому, что у нас в стране, оно объективно, страна очень развита в этом плане, у нас есть вся инфраструктура, практически в любом городе, ловят там 3G, 4G, проблем никаких, да, есть очень качественные сервисы, типа Zoom, Skype, и множество других. И очень многие появляются, там, новые, да, сервисы появляются каждый день практически. Я считаю, что это нужно и не только предпринимателям, бизнеса, общества, но и органам местного управления, государственным служащим, брать на заметку, как минимум, и использовать эти сервисы в своей работе. Потому что количество информации каждый день увеличивается, нужно что-то с ним делать, количество денег пока вот у нас сокращается, возможность, да, вот наших бюджетов и прочее, 19, вернее, 20-й год, по крайней мере, точно будет кризисный. И поэтому мы должны, мы просто обязаны с вами находить новые возможности для развития. Мне понравилась одна фраза. Когда из бюджета вынимают 1-0, люди начинают думать. Когда 2-0, начинают креативить. И мы уже дошли до как раз креатива, вынужденного. Поэтому я предлагаю и другим тоже присоединяться, коллегам, к этому. А мы готовы поделиться своими наработками, своими практиками. Спасибо, спасибо тебе. Я очень хорошо помню твою команду, когда в феврале прошлого года мы приезжали, действительно, мы проводили вот с Дарьей молчановые тренинги. И вот сама по себе команда, заряженность, и вот она скорее мне напомнила корпоративный, корпоративный бизнес-тренинг, чем, собственно, муниципальный. Вот плюс твое образование, первое, да, по информационным технологиям здесь помогает. Ну вот, пожалуйста, Дмитрий, открыт, тогда обращайтесь. Спасибо за твое участие. Мы с тобой продолжим. Спасибо, Андрей, спасибо всем, кто с нами сегодня был. Надеюсь, было очень интересно. Если будут вопросы, вот моя почта, я есть в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме, в Одноклассниках, во всех социальных сетях. Всегда рад помочь. Спасибо. И с праздником, Днем Победы. Днем Победы. Всего доброго. Спасибо участникам. Всего доброго. Всего доброго.